девчонки и мальчишки всем привет привет у меня начал пропадать голос сейчас некоторое время может очень до шепота даже пропадет но это у меня так обычное явление после болезни последние года так скажем так думаю что сегодня кофе-то налила и мучок такого оригинального нам сегодня с вами снять думаю знаете что наверно давайте распаковку давно не делали прямо скажем соскучились по распаковке нет а самая фишечка то не в этом даже я сейчас заказывал да вот лимонов надо было заказать к ним надо было масса посолочных заказать вчера забыл еще остальное пошел сопутствующий товар я просто уже не знала что купить уже что положить туда тогда пил последние сливки девчонки кто сказал что сливки я покупал не это я сливки покупаю знаете как вот я куплю допустим курицу или там индейку и думаю сделаю ее в сливках потом думаю ну нафиг в итоге сливки выпиваю просто так а курицу там индейку просто жаль так я сейчас пока лазил думаю чтобы такого вот чтобы такого был с под вывертом докупить ничего нет девочки но нету ничего вверх ничего не хочу и ничего нету такого прям сильно оригинального зато полезла у меня иногда знаете бывает вот у вас бывает такой вот хочу детское пюре питание детское питание вот бывает помните раньше были вам не так нравилось у меня же я же старше в семье у нас ну понятно там братишка сестренка они большая разница ну как большая 6 лет 6 8 лет ну то есть я уже в таком сознательном возрасте было когда покупали всем вот эти вот все пюрышки мне так нравилось для особенно мясная пюрышка в этот на хлебушек и так поможешь это раньше раньше который был сейчас же всяких разных полом ну и все а воспоминания то остались думаю я это периодически приглядываешь к ним кстати в испании увидел я как кормят детей вот этими пюрышками прикормами да потом подойдет глазом своим не поверила пошла но она уже не надо как бы не актуально подошла к прилавку с детским питанием и правда шести месяцев пюрешка допустим какая-нибудь там я не знаю ну там тыквенная к примеру не знаю там рисовая еще какая-нибудь да с хамоном девочки с хамоном представляете 6 месяц болит и когда я увиделась как малашки кормят ну я сразу на баночке там просто рядом сидели в парке в парке по-моему он достал эту баночку и стал кормить ребенка я смотрю хамон нарисовал будет ну спрашивать не стал незнакомый же человек потом подошла это было уже давно уже несколько лет назад подошла к этими как их называют пирожкам детскому питанию и точно короче там с хамоном потом еще чуть-чуть со вкус тортия вкус этот но так короче по илья вот и вот представляете месяца они вообще знаете тоже было такое что в одной семье там допустим они за день в одной семье она практически так или традиционные идут они редко кто отличается там какими-то специальными вкусовыми там пристрастиями там какую-то специальную еду которые в основном испанцы они такие традиционные и вот в этой семье с детей кормили берут бульон вот этот вот готовый и риска с мышкой она там что у тебя там а палочку этот бульон этот готовый помните я показывал покупала в пакетах но он натурального вкусный он не такой что там разведенный химик он нормальный бульон как молоко так скажем пастеризованный как молоко бульон продают и значит вкусный очень кстати и удобный и дешевый ну то есть так туда значит крашу этот бросают какую-нибудь вермишельку мелкую вот это вот фидео как на мелкой у нас в которой вермишельку вот это вот есть и плюс значит хамона покушать все дети едят дети едят без картошки вот это суп они как бы варят но есть конечно некоторые кто заморачиваются такие прям супом суп но это очень редко к чему я это все так долго говорю залезла в пюрешку на сейчас у нас фрута няня ну как бы первое просто открылась я смотрю об кашке об кашка овсяная в этом в тетропаке но в пакете в этом сказать в этом коробочке 200 грамм что там 30 моя а я скриншот сделал вот смотрите обратите внимание на количество калорий на 100 грамм как увидел у меня глазах на стол выпали почти 700 калорий 100 граммах каши детской детской шести месяцев представлять я так свой калькулятор включился я думаю нифига себе ну допустим ребенок 200 грамм съезд он 150 200 то есть ну такой допустим годовал ребят съест уже 200 грамм каши нормально так и помладше съезд поэтому нифига себе вот если взять в среднем на годовалому ребенку 200 грамм каши поступок по по 700 почти калорий до почти полторы тысячи калорий допустим ребенок употребить за внутреннюю к кормлению представить плюс сок там плюс может там ну мало ли чё еще там печенюх какой-нибудь или компот или чё-чё-чё дети до что могут еще ну допустим ладно даже пускай одну только кашу на полторы . а у него еще в этот в этом возрасте еще примерно 45 кормление должно быть дать если каждый раз вот так по полторы по тысячи от дальше не полезу смотреть правда творожок творожок 100 граммовый вот такой агуши по моему туда там 100 калорий по моему на этот творожок на тоже 6 месяцев маленький ну там вот этот вот творожок вот там 100 грамм ну 2 надо ребенку что-то наесть в год ну допустим 200 калорий это сидишь себе тут калорийность высчитываешь а дети оказывается воска и я сразу подумал в чем подвох почему они жрут и не толстеют количество калорий они причем употребляют они толстеют мне даже но нет у детей не так мы понятно что они там без вяться бегают прыгают ну допустим до года если дети но я особо не там куда распрыгиваются то ну позу тратят конечно энергию но в общем девочки этот мир не справедлив я так подумал отказался от кашу и вообще подумала пока меня прет на чё-нибудь такое не поймешь какое попробую-ка я чё-нибудь поменять и в пятерках ну как поменять посмотрим короче я опять не хочу рассказать не загадывать ни про какие планы я вам сообщу по факту потом так сегодня какая неожиданность у нас распаковка сегодня это кстати посмотрела ролик моего отличника она сказала нельзя разрезать вот эту фигню ведь была права об этом ведь не задумываешься когда вот это вот начинаешь развязывать узелки она говорит а представляешь а она с этим с михалычем со своим она говорит представляешь он говорит михалыч стал развязывать этот пакет она ему говорит не разрежь разрежь да чё я развяжу аккуратно нет разрежь она говорит представляешь вот человек когда упаковывал вот это вот у него какие-то мысли бродили то есть это он как бы получается знаете если вот в это вот в такой ментальную связи то есть он вот эти свои мысли туда как бы закрутил это тебе отдал а ты их развязала на себя принял и хороши если эти мысли хорошие были ну какие-то посылы хорошие а если нет обычно ну на работе нам злые всегда бегают какие-то молок ты там просто разве я думаю вот так вот век живи век учились будем считать что мама отличника научила быть счастливыми ой опять монетки видите сразу монетками тут ну удачу блин я забываю что и козы эти сканировать положила девочки две булочки на больничном болеет с добы капучино зачем я взял подписчик не значит капучино вот капучино и вот я обычно такие не беру не потому что там из-за калорий а потому что они обычно вот в таких вот пакетиках и хлеб в таких пакетиках он такой как бы как сказать такую как ватана я люблю такими сверх свежий с печеным так сюда будем сладить зеленушки взяла думаю суп сварю наверное я вчера всю зеленушку опять извела на салат вчера вечером мыть и макароны уже ела просто макароны не хочу я мясо вот нет макароны до корочки прям пожарила прям вот курочку курс так сыр как правильно читается девочки я не как на новый для меня новый карламанский это хочу не брала теле телезитор или телезитер или как правильно произносится ударение у него я всю жизнь читаю всю жизнь не знаю без замените молочного жира сыр так дальше макароны кончились съели там спадет остались только пачку так собственно сами лима это четко и почему 2 чего два лимона ты тогда я там у меня вышли чуть 400 грамм 2 лимона на 400 грамм сейчас развешиваем так курицу взяла носу вот курицы постараюсь двух килограммовая курица на этот я хотел просто грудку на косточке взять потому что курица я обрежу как раз из этого из спинки сварю бульон остальное куда-нибудь пойдет хлеб чуть-чуть мы на черный хлеб перешли не знаю почему спикачки самый диетический да ну попробовать дым дыма чья не знаю хорошие нехорошие оценку вроде стоит нормальная в пятерке чё в пятерке можно видеть оценку да за продукт ну там быть и в рейтинг но не видны комментарии не запишут не пишут но не видно комментарии можно попробовать мне просто там кэшбэк дали на одну категорию повышены я выбрала сосиски сосиски колбасу зачем-то подбал сыр выбрать лучше и в этот думаю раз уж повышенный давай возьмем вот это единственное что я смогла просто выбрать из всего представленного товара полкило не помню сколько стоит так ладно собственно саму масла витамин c дополнительно вот хочу я сейчас что-нибудь наверно знаете опять я хотел опять как и вот хочется какой-нибудь такой гадости разве ручка гадости что-нибудь такой вот в панировке мне хочется вот так вот скажем неважно что это будет как вчера соответственно что и такое в панировке чтобы вот похрустеть и с чем-нибудь вот там салатом или с чем вот вот чуть я хочу сказать а как раз пройти про все похудения сейчас вами дальше пойдем девчонки не сильно должна кофточка прийти у которой вот эту краску и называет вот футболку голубую я вам показал такую же заказала на красную потому что там на этом во-первых красных не было на выбросе но я нашла продавца и они вообще там все закончились даже голубые я девчонкам ссылку то оставила в телеграме но факт то что они вообще закончились вот ну ладно я полезно значит искать этого продавца на озон нашла на зону они обычно это мы там торгуют они нам дороже на 100 рублей эти футболки и там главное нету синеньких но зато есть красные и также 52 54 размера я и оставалось там что-то 8 штук что ли я и тут же хоп хопнула допуска мне будет еще и красная если чем девчонкам сказал то что там есть значит должна прийти надо за ней догулять и займа догуляем нет вася доходит я вот так вот в таком состоянии вечером ну обязательно сниму так больше суп варить и не знаю что делать а сейчас я пойду котлет пожарю есть котлеты курины сейчас я залезу в магазин кучу посыпь вот девочки про похудение кто-то мне говорит вчера да там на ютюбе несколько идет кстати работает если чего у меня работает нормально без всяких там крутасов без ничего про цель про цель если ты добиваешься всего там чего хочешь поставь себе цель по во первых давайте так это и ответ на комментарии и давай давай ты будешь значит поставь себе цель похудеть и мы будем худеть с тобой глядя на тебя вот давайте разберем эту ситуацию вот не так нравится да вы почему ответственно меня перекладывать во первых постоянно постоянно вот эти комментарии несутся что ай ты много ешь там ты много не то ешь не так ешь и не туда то есть я делаю вывод что если вы все хотите со мной вместе худеть на что и сидят такие же жопки так скажем выше среднего размера деликатно назовем да и ждут от меня каких-то чудес очки начинаем себя не надо ждать никого хотите похудеть начинайте я что кто-то придет объяснит расскажет будет мотивировать не на сами себя взяли в руки пошли мне надо приспичит во первых не надо говорить еще не делаю я делаю если вы этого не видите да не значит что я ничего не делал вот так скажу вам это просто не показывают опять начинать волоты про диеты прорди у нас канал не про диеты если хотите у меня уже было 7 мысль такая ногу я пока не буду я еще посмотрю как это все работает я сделаю отдельно про похудение чтобы вот это вот все здесь вот не перемешивалось потому что это не значит что мы сразу на резко бросил же этом все вот это за кубки нет просто это будет отдельно это А вы понимаете, жрать и худеть Одно другому не мешает Я вам скажу Если хотите худеть, начинайте с себя Начинайте с этого Я единственное только Я не знаю, что я могу сделать Я могу показать, как я это делаю Не то, что я сейчас научу Или давать вместе Нет, так не будет Что это такое А, это платье, господи Что подоги щекотятся Отвыкла я, что в платье Подолом там задевают Думала, ползает кто-то Уже не знаю Поэтому, девчонки, давайте как-то это самое Во-первых, сократим уже Комментарий по поводу Ага, потому что вы сами себя палите Ну, сами себя палите Ну, это ничего страшного Как бы Значу голос-то, да Это ничего страшного Я понимаю, что меня смотрят нормальные Среднестатистические Российские женщины Они, как правило, имеют лишний вес Мне только И мне, как бы Как сказать Для меня Качество Там, какие-то Хорошие Так скажем Человека Не зависит от его Килограмм Вообще Большие Там Много Мало Он весит А мне, например Вот Все равно Все равно Да я Это Это все К тому Что у тебя Откладывать Не показывает Или что И злятся Злятся И вот эту злость Начинают заедать Еще больше То есть Получается Обратный эффект В конце концов Впадают в депрессию Начинают заедать Депрессию Ничего Не получается Поэтому Смотреть на фитоняшек Я вообще Будь не рекомендовал Не Как сказать Не получится Потому что У толстого человека То, что Получается У худого Тренированного Вот так вот Скажем Не с этого Надо начинать Может быть Даже вообще Ничего не смотреть А просто Знаете Достать какую-нибудь Физкультуру Советских времен И начинать Вот там Сели встали Сели встали Руки в стороны Она холодная Махи ногами И все И трусой Вокруг дома То есть Не Так не получится Что Это лишний Раздражитель Но об этом Я вот думаю Обо всем Это такая Знаете Психологическая Просто сторона Это мне Просто Я сейчас Еще Так Не Не Активно Сели В завершении Завершение Завершения Я просто Начинаю Захотел От Есть Уже Ну Какая-то Рассыпчатая Самый Диетический Продукт Не сильно На капучино Это пахнет Есть Таких Булочек Знаете Чего Вот Крем Я люблю Срединку Выковыривать Вот так Обычно Потому что По краям Совсем Вата Ну Слушайте О Деньги Не тратит Вата Она Есть Ватом Уже Под Самый Конец Как бы Такой Привкус Капучино Ездить Но Это Не Это От Крема Не Ладно Сейчас Ездит Все Съедает Ему Можно Все Вкармить Ну Сладкая Конечно Что Скажешь Так Ладно Сегодня Вот так Весело И задорно Мы с вами Пока Посидели Попозже Еще Включусь В эфир Стараюсь Ходить За кофточкой Вот так Все Девчонки Погнали Не худеть Да ну Жить Погнали Просто Жить Здесь И сейчас И по возможности Максимально Счастливо Все Не расходимся Подписываемся Пишем комментарии Скоро увидимся